Всем привет, дорогие друзья! С вами снова Эдисон, добро пожаловать в Майнкрафт, версию 1.9 в новый снапшот, где сегодня мы будем рассматривать новые изменения, которые произойдут в следующей версии Майнкрафта. А точнее, новые зомби-жители, новые командные блоки, новые оружия, как их точнее изменили, новые показатели урона, скорости и многое другое, ребята. Но перед этим я хотел бы вас попросить поставить лайк. Давайте наберем 500 лайков за новую серию, и если вы хотите больше, больше информации о новой версии Майнкрафта, да, если честно, это просто-напросто меня очень сильно радует и дает мне больше сил для записи новых видео. Ваши лайки действительно, ребята, творят чудеса, я буду очень сильно рад, если ты его поставишь. Также не забываем оставлять комментарии, если вы хотите со мной пообщаться, я отвечаю на ваши вопросы, общаюсь со своими подписчиками, поэтому не стесняемся. И последнее, ребята, подписываемся на мой канал, я буду очень сильно рад каждому новому подписчику, который, который вступит в нашу большую дружную семью. Ну что, ребята, давайте будем приступать. Первое, что я хотел бы рассмотреть, это новые зомби-жители, такой желтый, желтый носик. Я не знаю, честно, ребята, многое, что тут, конечно, не изменили, изменили только вроде костюм, ну, в смысле, костюм, одежду, они выглядят как прям, ну, реально зомби, вот, заляпанные, порванные. И, смотрите, это что, прозрачное? Да, ребят, смотрите, прозрачное, прикиньте. Ну, текстурка еще не прям доработанная, это все-таки снапшот, можно сказать, если по человеческому языку, по языку там геймера, это там альфа-тесты, да, или бета-тесты каких-то игр. Также, ребята, и вот это. В принципе, я не знаю, обычных зомби не изменили, только анимацию я уже рассматривал в предыдущем обзоре нового снапшота. А тут, ну, только одежку изменили, да, они выглядят как будто, ну, реально зомби, такие потрепанные, и только вот это, вот, желтый на сиандра такой. Следующее, ребята, что я хотел бы рассмотреть? Во-первых, смотрите, что я заметил. Смотрите, мы их ударяем, и появились сразу две новые анимации. Вот смотрите на сердечко, которое будет вылетать со всего НПСа, которого мы бьем, или монстра, смотрите. Вот, вылетают сердечки, вот, ребята, я пальцем, да, так показываю, мол, смотрите, смотрите на экран. Вот, видите, вылетают такие сердечки, это как будто, ну, мы отнимаем у него здоровье. И плюс к тому, вот смотрите, сейчас, где я вожу мышкой. Вот в этой зоне, вот в этой зоне, смотрите на анимацию меча. Видите, как будто, я не знаю, в каких-то 3D-шных играх на компьютере, да, где вот так машут какие-то там, я не знаю, рыцари мечом, и есть вот такая анимация, как будто вот так быстро меч врежет воздух, что-то в этом роде. Вот смотрите, это реально очень прикольно выглядит. Но, я как заметил, смотрите, ребята, допустим, мы заспаним зомби, да? Допустим, мы заспаним зомби. Смотрите, я бью одного зомби, а когда появляется эта анимация, всех зомби в этом радиусе откидывает назад. Давайте еще раз быстренько посмотрим, смотрите. Сейчас. Вот, видели? Вот сейчас нет, потому что, а ну, нет, сейчас уже нет, а ну давайте еще раз. Вот, смотрите. Вот. Когда эта анимация не появляется каждый раз, а может там 3 раза с 5 ударов, и, ну, когда как повезет. Вот, я не знаю, сейчас, ребят, какой там шанс, но, походу, какой-то рандом. И, как вы могли заметить, урон, конечно, не наносится всем монстрам, которые находятся в твоем окружении, а только их как будто откидывает, как будто незачарованный меч на кнопбэк, что-то в этом роде. Если честно, это, ребята, тоже очень прикольно, то, что добавляют такие новые анимации. Вот, смотрите, мы отнимаем жизни, вот сердечко с него вылетают, и вот это, что вот так меч машется, это реально очень даже круто. Это действительно меня порадовало, что они вот так меняют, честно, ребята, это очень даже прикольно. Давайте посмотрим, что же сделали, что же сделали с оружием. Ребята, им написали, им написали, какой у них, какая у них скорость, то есть скорость удара, и какой у них урон. Вот давайте посмотрим, вот, один атак спит, то есть одна скорость, она, в принципе, не так уж и... Вот, как медленно, смотри, какая у нее медленная перезарядка. Конечно, вы можете вот так дубасить, но тогда урона вообще ноль будет. А я же в предыдущем обзоре объяснял то, что ввели новый кулдаун, то есть откат вашего умения. Вот смотрите, сейчас я ударю, лопата пропадет там где-то на одну секунду, и только потом появится, это будет означать, что кулдаун уже прошел, то есть перезарядилось ваше умение, можно так выразиться. Вот смотрите. Вот она уходит и вот так медленно восстанавливается, то есть 5 и 5 урона, а один атак спит, это, если честно, очень даже мало. В кирке точно так же, только на 2, на 0.2 атак спида больше, но на 5 атак дэмэдж меньше, то есть меньше, на 5 урона меньше. На 5 урона меньше, вот смотрите, она так же долго перезаряжается, но чуть-чуть, чуть-чуть быстрее, все-таки на 0.2 больше, но большой роли это, ребята, не играет. Хух, дальше топор, 10, мать его, урона, все же мне кажется, даже, даже включая вот эти изменения, мне кажется, если голодные игры перейдут на вот эти новые версии, то мне кажется, топор так же продолжит делать нормально урона, но перезарядка у него действительно очень медленная, перезарядка у него еще даже меньше, чем у лопаты. Это, мне кажется, действительно разработчики пытаются сбалансировать вот эти все оружия, чтобы даже в тех же мини-играх, которые вообще к ним никак не относятся, потому что это все делают другие сервера, там хайпиксели, вот это все, а они даже пытаются сбалансировать все оружия, чтобы каждое оружие имело свое предназначение. Чтобы, допустим, на тех же голодных играх, если ты нашел какой-то там алмазный топор, то алмазный топор может тебе заменить практически алмазный меч, и чтобы вот такого не было, они пытаются это все сбалансировать все же, чтобы топор был топором. Может, даже если ты не нашел меч, то ну ладно, там один раз хренакнуть его, вот так, и сразу же убежать, потому что перезарядка у него офигеть какая долгая. Они пытаются, ребята, это все балансировать. Следующее умение, это, ребята, алмазная мотега. У нее 4 атак спида. Она очень и очень и очень очень быстрая, но у нее только один урон, ребята. Я вроде как знаю, или в предыдущем снапшоте я смотрел, то ли они что-то там накосячили, то ли так было, но у алмазной мотыги вроде было там или 5, или 6 урона. Учитывая то, что у меча 7 урона, а в алмазной мотыге было 5 урона, да, на 2 урона меньше, но зато тут 4 атак спида, а в меча 1.45 атак спида. Если ты мечом ударил, вот смотрите, 1, 2, вот, за 2 секунды ты 2 раза ударил мечом и нанес, допустим, 14 урона, то с мотыгой за 2 секунды ты мог ударить 6 раз и нанести 12, не нанести почти 20 урона, то есть на 5, на 6 урона больше, чем сам меч. Но сейчас они, ребята, это пофиксили. Как я смотрел, там даже можно было зачаровать мотыгу на шарпнесс, вот, но сейчас нельзя, сейчас, вот смотрите, все, это убрали, мотыгу больше нельзя чаровать. И поэтому мотыга больше опешиной, то есть очень сильно не будет, как я смотрел, потому что она реально была очень даже сильно в предыдущих снапшотах или что, но сейчас, ребята, это все вроде поправили. Ну, и что последнее, это меч 1.42 атак спида, самый большой спид, за исключением мотыги, и также, хм, и также, ребята, офигеть! Мне кажется, что, смотрите, 7 урона, а тут 10 урона. А ну давайте сравним, это все можно уже выкидывать, это все можно уже выкидывать. Давайте сравним меч, может, они действительно что-то накосячились, и так. 1.45 Ну, то есть, я не знаю, честно. 7, короче, 10. Давайте посмотрим. 1, ну, не туда, 1, да ты что, издеваешься? 1, 2, 1, 2. Мне кажется, что они как-то одинаковые. Ну, смотрите, у топора на 3 урона больше, чем в меча. Если честно, это бред даже какой-то, потому что, ну как, топора может быть больше урона, чем у меча. Это, если честно, немного бред, но все же. На 3 урона больше, но зато на... На 0.55, а так спида меньше. Ну, я не знаю, честно, ребята. Хоть мне кажется, что это реально даже очень и очень одинаково. Вот смотрите, давайте еще раз попробуем. Сейчас, давайте мы зайдем вот так, смотрите. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Нет, все же, мне кажется, так же. Четырех ударов, но с мечом намного быстрее. Вы могли заявить, что я считал так. С мечом 1, 2, 3, 4. А с топором 1, 2. Ну, мне кажется, что действительно с мечом намного, намного быстрее. Но не факт, что-то они там, ребята, балансируют. Что-то они там балансируют, да они выбалансируют. Но все же прикольно. Тут я немного зачарил. То, что можно чарить, это уже нельзя чарить. С мечом на шарп на 4, 12 урона. Тут ничего нету, но все же ничего такого особенного нету. Это, ребята, новое оружие, то есть новое изменение, балансировка. И посмотрим, что будет с Hunger Games. И со всеми, не только Hunger Games. Потому что вот эти все выживающие режимы, те же Bad Wars, это все же за счет оружия. Поэтому будем смотреть, как эти изменения повлияют на вот это. И последнее, ребята, то, что мы будем рассматривать, это изменяющие... Точнее, изменения в командных блоках. Вот смотрите, ребята, командные блоки больше не требуют редстоуна. Их можно подключать друг к другу. Как вы можете заметить, тут есть стрелочки. Вот вверх, вот вправо, вот вверх, вот тут, допустим, допустим, вот влево. То есть вверх, вправо, вверх, влево. Тут еще можно, я не знаю, можно еще... Я хрен его знаю, честно. Можно еще вот так вниз. Нет, это не вниз. Ну, значит, как-то по-другому. Но все же, ребята, это направление. Это, ребята, направление и больше никакого редстоуна не требуется, чтобы подключать между собой командные блоки. Вот, допустим, сейчас проверим. Смотрите, в этом командном блоке написано, чтобы мне выдали... Чтобы мне выдали землю. В этом командном блоке написано, чтобы мне выдали стекло. Я нажимаю на кнопочку. Вот кнопочка, ребята. Мне выдали с этого блока и землю. И сразу же с этого блока мне выдали стекло. Это, если честно, даже очень круто. Потому что вы сможете так сделать, я не знаю. Допустим, вот так, Майнкрафт. Ах, фиг его знает. Сейчас. Тут, допустим, сэнд. Тут, допустим, стон. Вот так. И смотрите. Опа, опа, опа. Но это почему-то не подключилось. Нужно, наверное, подключать как-то это друг к другу. Вот смотрите, тут... Ага! Я понял, почему. А ну сейчас. Always active, always active, always active. Нет, почему-то не работает. Вот тут, смотрите. Вот. Ага. А ну сейчас. Always active. Вот так. И вот тут always active. Вот так. А ну сейчас. Нет, ребята. Что-то я уже, короче, накосячил. Ну смотрите. Как это все, ребята, работает. Давайте я еще раз поставлю. Вот тут, допустим, мы пишем... ULESS, да? Вот так. Я просто в этом еще не разобрался. Если честно, никогда командными блоками прям так суперски не увлекался. Но все же, мне кажется, это реально очень прикольно. Они сделали его, допустим, сюда ставим. Нажимаем. Ой, твою мать. Не на то нажал. Вот так. Вот так. Вот. Сейчас нам выдало стекло. Давайте заменим вот так. Сейчас нам выдало... Вот. Замечательно. Сейчас давайте попробуем сразу же... Сразу же вот так. Ага. То есть вот так подключить нужно, мне кажется. И сейчас... Глаз. Вот так. Вот. Сейчас давайте подключим. И вот тут... Сент. Нет. Почему-то третий почему-то не работает. Я не знаю, честно. Может, как-то я что-то неправильно делаю. Но, по сути, я же подключаю. Вот. Вот так. А может, стон фиг его знает, честно. Нет, ребята. Честно. Я не знаю. Но, все же, это вот так работает. Тут, если... Честно, еще знаете, что можно изменить? Вот. Unconditional. Можно поставить на conditional. Вот, смотрите. У нас выдает тут. 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 Вот, смотрите. Давайте еще раз. Вот так. Нам выдает... Что нам выдает? Нам выдает стекло. Вот, смотрите. Вот. Нам выдает стекло. Если мы поставим на conditional, это не будет работать. И знаете, почему не будет работать? Потому что нужно, чтобы за этим командным блоком был другой командный блок был другой командный блок который который будет работать то есть нужно за этим командным блоком иметь другой блок который будет работать допустим вот так то есть вот и сразу нам два выдает давайте еще напишем вот так и вот сразу нам ребята выдает то есть это такие небольшие изменения хотя как небольшие если честно сейчас намного проще станет для разработчиков каких-то карт потому что вы знаете что все карты практически где там с испытаниями что-то в этом роде состоят с командных блоков если честно это очень и очень и очень и очень даже круто приступаем к следующему это repeat командный блок то есть он повторяет много раз команду то есть он повторять 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 даже не прерывается то есть если вы что-то в него записали включили то он будет просто-напросто хреначить эту команду пока у вас я не знаю не выключится minecraft вот смотрите тут у меня написано сказать 1 тут у меня написано сказать 2 тут у меня написано сказать 3 тут у меня написано сказать 4 включаем и у меня весь чат слудится потому что в этом командном блоке всегда написано 1 и то есть он продолжает писать 1111 вот смотри даже в чат пишу вот это все это все не прерывается вы не смотрите вот допустим я сейчас выключу, все, вот так написано, включаю, опять пошло и вот так, то есть тут написано сказать 1 и он говорит 1 до конца света, он никогда не прервется, но к нему же подключены вот эти 3 командных блока, да, а тут написано 2 значит, вот видите, эти стрелочки показывают, что как только ты сказал 1, сразу же говоришь 2, сразу же говоришь 3, сразу же говоришь 4 вот в этом роде, так же ребята, вы можете включить редстоун вот сейчас смотрите, что пишет в чат пишет в чат 1, 2, 4 3 пропустило тут у нас 3, 3 пропустило, потому что для этого командного блока сейчас нужен редстоун, без редстоуна он не будет работать, но как только мы это выключаем, сразу же пишет 1, 2, 3, 4 то есть, как видите для командных блоков больше не требуется редстоун, я если честно вот этот зеленый не представляю для чего, но может для каких-то подключений все, вот ребята, сейчас уже ничего не пишет, как только я включаю, опять продолжает писать, то есть бесконечный командный блок, который повторяется это если честно круто, вот например вот смотрите все, он будет спавнить этих зомби, будет их спавнить до того, как у меня компьютер не сгорит от того, что ух ты, прям зомби апокалипсис, спрячьтесь, спрячьтесь, спрячьтесь жители, я не знаю, давай куда-то, куда-то в другую сторону падай, в бассейн, давай, 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 туда, 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 пока тебя не загрызнет но все, чувак, ты не успел, ты не успел, вот такой, ребята, командный блок, то есть это, если честно, очень даже круто, я не знаю, голосно ли это для вас или нет, я надеюсь, что, что нет дайте еще вот так немного, вот так, и все, то есть, пока он включен, он будет ставить вам миллиард зомби, пока у вас просто-напросто не упадет фпс до минус 300 или пока там компьютер не взорвется, но у меня уже фпс начинает падать, поэтому давайте я лучше выключу, если я смогу сейчас это, вот то есть, офигеть, ребята, прикольные, прикольные изменения, потому что они действительно изменят вот этот весь процесс создания различных карт в Майнкрафте и намного упросят эту самую задачу ну все, ребята, в принципе, я показал все, что я знаю, все, что я для себя открыл, в принципе, то, что я увидел, что изменили в Майнкрафте, я надеюсь, вам это тоже очень сильно понравилось на этом мы будем заканчивать, еще раз, повторюсь, если набираем 500 лайков, то я увижу, что эта рубрика для вас интересная, вы больше хотите узнать о изменениях, то я увидел, что это будет интересно которые произойдут в новых версиях Майнкрафта, поэтому, ребята, 500 лайков, я буду очень сильно счастлив, если вы поставите и действительно это мне придаст больше сил, и я буду делать больше и чаще вот такой рубрики видео также, ребята, еще раз повторюсь, не забываем оставлять комментарии, если хотите со мной пообщаться, не забываем вступать в нашу большую дружную семью только подписаться на мой канал, я буду очень сильно этому рад ребята, всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok